Всем привет! Вот постепенно и наступает осень. В Анталии, к примеру, начинает созревать померанцевое дерево и на нем начинают появляться плоды, которые постепенно набирают цвет и свой объем и красоту. Но мы сейчас находимся не в Анталии, а в крошечном городке Каркутели. Давайте же посмотрим, что здесь растет, что созревает и как в целом выглядит этот город осенью. Даже самое начало этого видео мы уже снимаем у довольно примечательного места. Здесь растет хурма. Она еще не созрела, она начинает спеть и набирать свою красоту и весь свой цвет. Чуть дальше растет дерево, плоды которого чем-то напоминают яблоки. Но на самом деле это не яблоня, это айва. Хотя по вкусу плоды этих двух деревьев, в принципе, чем-то схожи. Еще одно дерево с айвой, которое пришлось даже подпирать палками, так как плодов на этом дереве очень много и они очень крупные и тяжелые. Из-за этого в городе можно увидеть деревья, у которых просто поломаны ветки из-за веса их плодов. Продолжение следует... А это еще одно дерево с хурмой. И здесь мы можем видеть, что плоды уже несколько набрали цвет по сравнению с тем деревом, которое мы видели до этого. Здесь они уже приобретают более такой оранжевый оттенок. А сейчас мы подходим к растению, которое имеет название мушмула. Это довольно популярный вид ягод в Турции, которые продают в основном осенью или ближе к зиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одно из интересных деревьев, которые мы нашли в этом городе, это мелия ацидарах. И что же интересного в этом, по сути, своем обычном дереве? А то, что у него интересные плоды. Вот такие маленькие ягодки, которые по своей сути являются токсичными и в своем роде отравительными для человека. Они очень вредны для человеческого здоровья. Но птицы их едят с превеликим удовольствием, так как они их спокойно переваривают. Но еще один интересный факт связан с косточками в этих ягодах. Птички, когда едят эти ягоды, они на них действуют точно так же, как действует алкоголь на человека. То есть птички от него попросту пьянеют. Это еще одно доказательство того, что не нужно есть все, что видишь в городе, растущее на деревьях. Субтитры создавал DimaTorzok А прямо сейчас мы можем увидеть очень-очень старое кладбище. Оно практически уже не выглядит как кладбище, так как только в некоторых местах сохранились надгробные плиты. И еще один интересный факт о Турции в том, заключается, что чаще всего в Турции во многих городах кладбище находится в черте города. Даже если вы приедете в всем известную Анталию, то там можно найти кладбище прямо у торгового центра Марк Анталия. Субтитры создавал DimaTorzok Также помимо всего, что мы уже видели в этом маленьком городе, и в этом городке произрастают в большом количестве грецкие орехи. И дерево грецкого ореха выглядит вот так. Сами по себе плоды выглядят вот так. Да, это именно грецкий орех. Сейчас мы его немного очистим от верхней кожуры, и вы уже сами удостоверитесь, что это на самом деле грецкий орех. Как мы можем видеть, плод еще сыроват, и он еще пока что сочный. Если его немного посушить, то это уже будет самый натуральный грецкий орех, который мы обычно покупаем в магазине, хотя вот они растут просто на дереве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как можно увидеть, плоды этого дерева очень красивые, как будто их можно прямо сейчас сорвать и поместить на полку в магазин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Касательно погоды, то этот город находится в 60 километрах от города Анталия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из этого можно понять, что зима в этом городе, как и осень, наступает раньше, чем в самой Анталии. В Анталии до сих пор тепло и можно даже сказать, что жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И в завершении нашей прогулки мы вместе с вами пройдемся по небольшой, но очень красивой и свежей улице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как можно увидеть, эта улица выглядит довольно свежо, так и она построена относительно недавно, но эта улица хоть и выглядит красиво и довольно современно, это на ней проживают небогатые люди. Это можно увидеть по автомобилям, которые припаркованы вдоль домов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в то же время видно, что улица сделана относительно недавно, так как здесь уже стоят более свежие фонарные столбы со светодиодными лампами и красиво и аккуратно сделанные парковочные места для автомобилей. И они отделены другого цвета плиткой для того, чтобы каждый человек мог увидеть, что это специально отведенное парковочное место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот такая небольшая осенняя прогулка по крохотному городу у нас получилась. Напишите в комментариях, как вам этот город и виды, которые вы сегодня увидели. Я обязательно прочту все комментарии и на все комментарии отвечу. Ну, а на этом мы будем с вами заканчивать. До новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова